Ну а что, в лихие времена живем? Недавно прокатилась новость. Опасная находка. Миллиарды вирусов сыплются нам на голову. Шокирующее открытие ученых. Дождь из вирусов. Вирусы спускаются на Землю в 100 раз быстрее, чем бактерии. На один квадратный метр падает около 700 миллионов вирусов. Ну да, мы все теперь умрем. А потом вчитываешься и думаешь. А ведь никто же не хочет стать новозеландским кроликом. Аотероа. Земля длинного белого облака. Так можно с языка коренных жителей перевести название Новой Зеландии. И эта прекрасная страна весной применит биологическое оружие. В природу выпустят новую версию вируса, чтобы истреблять местных диких кроликов. По мнению властей и агрономов, этих крох слишком много. И они прожорливы, из-за чего скоту не хватает еды на пастбищах. Отлов, травля и ограды плохо работают. Так что с 1997 года геноцид милах ведут с помощью особого вируса, действующего только на кроликов. Собратья Баксбани тоже на месте не стояли и выработали иммунитет к старому вирусу. Тогда микробиологи вывели новый. И в какой момент? Весной. Извините, не мог не поделиться. Так что если нам на голову сыплются миллиарды вирусов, как кричат новостные заголовки, кто гарантирует, что с этим потоком не обрушатся и вирусы, которые не начнут косить нас, как этих кроликов? Сначала придется понять, а что на самом деле выяснили ученые про вирусные дожди? И чего они еще не знают? Мы расспросили обо всем этом самих авторов исследования независимых ученых. А еще мы поговорили с представителями новой международной исследовательской группы. Так совпало. От них пришла другая новость. Эпидемиологи, врачи и микробиологи объединились, чтобы вычислить возможных вирусов убийц человечества. Пока те не атаковали нас. Начинаем. Еще лет 20 назад ученые были всерьез озадачены. Они обнаружили, что генетически похожие вирусы можно найти на разных континентах в самых разных условиях. Предложили несколько объяснений. Самое очевидное, глобально вирусы перемещаются по воздуху, в атмосфере планеты. Потом выяснили, вирусы действительно рассеяны в атмосфере. Но кое-какие данные есть только по слою у поверхности Земли. Здесь идут снегопады и дожди, ветер поднимает пыль, испареется вода. Здесь постоянно происходит множество процессов, которые могут служить подобием лифта или эскалатора для вирусов, переносимых частицами воды и пыли. Но горизонтальные путешествия на тысячи километров в этом слое практически невозможны. Вирусам для затяжных круизов с суши или поверхности морей и океанов надо пробиваться намного выше. Но как? Ведь там воздушные массы перемещаются на тысячи километров по планете, и там уже нет прямого взаимодействия со слоем, что у поверхности. Чтобы понять, сколько вообще там вирусов, ученые из Испании, США и Канады забрались на высоту около трех тысяч метров. Там очень сильная турбулентность и мощные ветра. Оказалось, вирусов там не просто много, а очень, очень много. На один квадратный метр специального устройства, сборщика, пришлось до 800 миллионов вирусных частиц за одни сутки. Получается, громкие заголовки не лгали? Мы связались с Изабелли Речи, это один из авторов этого исследования. Изабель предлагает не паниковать. Вирусы действительно могут преодолевать тысячи километров по воздуху. И мы выяснили, что они способны перемещаться даже без клетки носителя. Правильно ли я понимаю, что если мы ловим снежинки, как в детстве, то глотаем с ними вирусы, а если попадаем под дождь, то оказываемся покрыты миллионами вирусов? Да, некоторые способны находиться в частицах воды и в облаках. То же самое со снегом. Но эти бактерии и вирусы не опасны для человека. Так что беспокоиться по этому поводу не стоит. Столько вирусов. Они летают с континента на континент. Сыплются на нас каждый день миллиардами. И нет опасности для человека? Подозреваю, не все занимается биологией серьезно. Немногие помнят ее со школы. И тем более не каждый день на досуге листают хотя бы статью вирусы в Википедии. Поэтому, чтобы дальше в ролике все было понятно, освежимка в памяти только самая важная. Что такое вирус? А. Разновидность микроскопического организма. Б. Инфекционная частица со своим геномом. В. Внутриклеточный паразит со своим ДНК или РНК. Г. Самый многочисленный организм на нашей планете. Надеюсь, не заставил слишком мучиться с выбором. Все ответы правильны. Следующий вопрос. Чем отличаются вирусы от бактерий? А. Бактерии – это живая клетка. У вируса своей клетки нет. Б. По размерам бактерии, как правило, больше вирусов. В. Вирусы могут заражать бактерии, а бактерии вирусы нет. Г. Большинство бактерий могут размножаться сами, а вирусы нет. Надеюсь, никого не расстрою, если скажу, что и здесь. Все ответы правильны. Вирусы поражают все известные нам виды организмов. От одноклеточных, например, бактерий, до сложнейших, например, людей. А размножаются только после того, как внедряются в клетку носитель, занимают там все ресурсы и превращают клетку в фабрику по производству своих копий. До внедрения в клетку вирус даже сложно назвать живым. Он больше похож на деактивированный зон, дрейфующий в ожидании контакта с клеткой. Что особенно важно помнить и понимать, вирус не может поразить любую клетку. Что же за миллиарды вирусов сыплются на нас с неба, объяснил Сайван доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов, Института микробиологии РАН Андрей Литаров. В данном случае, по слову вирусы, подразумевается в основном вирусы бактерий, то есть это бактериофагия. По современным данным, бактериофагия – это доминирующий тип вообще живого объекта на Земле, но не говоря уже о том, что доминирующий тип вирусов. Просто других вирусов, по-видимому, столько и нет вокруг, чтобы они сыпались в таком количестве на голову. А можем ли мы с дождем или снегом подхватить какой-нибудь вирус? Теоретически получить его и добиться, чтобы он как-то там существовал некоторое время в нашем каком-то ассоциированном микробном сообществе, ну, теоретически, конечно, наверное, можно. Но вероятность этого довольно невелика, потому что большая часть этих вирусов, которые переносятся с дождем, как, собственно, это и предположили авторы статьи, имеют либо морское, либо почвенное происхождение. А и в море, и в почве микроорганизмов, которые похожи на что-нибудь обитающее в нас, ну, достаточно близко, их, в общем, очень мало. Поэтому процент каких-то релевантных вирусов, которые вот в этом потоке будут присутствовать, еще раз повторюсь, еще это о бактериальных вирусах, а не о наших собственных, он, ну, какой-то, в общем, исчезающий низ. Путешествия на тысячи километров или даже сотни километров смертельны для многих вирусов. Правда, мы пока не знаем, какие выживают. Пора ли человечеству задуматься о противовоздушной антивирусной обороне? Мы спросили исследовательницу, которая одной из первых начала изучать популяции микроорганизмов в облаках, Анну-Мари Делор из Института химии Клермон-Ферран. В воздушных потоках могут попасться вирусы, опасные для человека. Но если даже долетят до вас целыми, вряд ли в таких количествах, чтобы заразить вас. Скорее случится зомби-апокалипсис из-за вируса, созданного какой-нибудь корпорацией зла. Переносимые воздушными массами, вирусы могут все-таки выживать в длительных перелетах за счет случайной брони. Об этом нам рассказал Андрей Литаров из Института микробиологии РАН. Они взяли, собрали вот эти вот частицы и зафиксировали с помощью реагентов, которые в сущности их убивают. И мы ничего не знаем о том, в какой мере эти частицы жизнеспособны. Даже если бы они их не убили, все равно на самом деле сложно, ну если с бактериями хоть как-то можно разобраться, то с вирусами очень тяжело понять, жизнеспособность ли нет, если у вас нет подходящего хозяина, чтобы проверять, может ли он его инфицировать. А поскольку это вирусы, это бактерии, про которых мы еще не знаем, то проверить напрямую невозможно. А с жизнеспособностью, и этот вопрос обсуждается у них там в дискуссии, есть проблема. Потому что то, что летает на большое расстояние в атмосфере, во-первых, оно подвергается высушиванию, и не все вирусы это переносят хорошо далеко. Кроме того, оно подвергается интенсивному облучению ультрафиолета. Есть в статье определенные указания, что часть из них могут находиться там ассоциированы с пылью, находиться даже внутри каких-то там небольших пылевых комочков, могут быть покрыты морской органикой. И вроде бы была работа, которая говорит, что морская органика частично предохраняет даже высушивание и даже от ультрафиолета. Вода на самом деле тоже поглощает ультрафиолет, но, как показывают измерения, в верхних слоях воды, причем не в миллиметрах, а в сантиметрах, в реальности смертность вирусов от ультрафиолета носит доминирующий характер. Поэтому было бы логично предположить, что львиная доля того, что нам на голову усыпется, она уже дохлая. При этом что-то, наверное, живое. И, как авторы справедливо совершенно заметили, это может быть очень интересным с точки зрения объяснения того, как вирусы, там, очень похожие генетически, могут оказываться в очень отдаленных местах, например, Мирового океана. Но аэрогенная передача вирусов, ассоциированных животными, в том числе и кишечных бактериофагов, в общем-то, очень сомнительная идея, потому что их физически мало, и концентрация того, что можно проглотить, будет очень невелика. То есть мы с водой их потребляем значительно больше, чем попадает на нас. То есть реальная угроза не с воздуха. Крупнейшие в истории вспышки смертельных вирусных инфекций в мире от гриппа до эболы показали, что самые опасные эпидемии вспыхивали из-за вирусов, однажды передавшихся человеку от животных. И вы удивитесь, насколько мы сейчас беззащитны. Вот столько человечеству известно вирусов, способных заражать людей. 263. А вот столько вирусов, по последним оценкам, терра инкогнито. Более полутора миллионов. Про них мы вообще ничего не знаем. Из них 600-800 тысяч, скорее всего, могут инфицировать людей. На практике же нам хватит выхода в свет пары-тройки новых вирусов уровня свиного гриппа, зика или эболы, чтобы вспышка болезни стала новостью номер один во всем мире. Каждый раз это мрачная игра в догонялки. Вместо штрафных очков чьи-то жизни. Каждый раз при таких вспышках вакцину создают, когда уже поздно. Эпидемия началась, и люди умирают каждый день. Чтобы изменить ситуацию, ученые из разных стран объединились и запускают проект под названием «Глобальный Вером». Они собираются за ближайшие 10 лет провести перепись 70% неизвестных сейчас науке вирусов и создать их экологические портреты. Про каждый патоген планируют выяснить, какие виды животных он заражает, где встречается и многое другое. Ученые уверены, что это позволит заранее разработать вакцины и лекарства. Все данные сделают открытыми, так что любые исследователи смогут ими пользоваться по всему миру. Нас настолько впечатлила миссия этого проекта, что мы решили связаться с его авторами и узнать побольше. У современной науки есть возможность изучить вирусные угрозы до того, как они приведут к масштабным последствиям. Пора перейти состояние вечно опаздывающих в состояние всегда опережающих. Мы можем и в конце концов будем выявлять угрозы заранее и останавливать пандемии до того, как они будут начинаться. Хочется спросить, а зачем нам сейчас искать и изучать все полтора миллиона вирусов, если потенциально опасных для человека, по оценкам самих же экспертов, в два раза меньше. Справедливое замечание только для тех, кто до сих пор отрицает эволюцию. Любой вирус, хоть и зависит от клетки носителя и не может без нее размножаться, он, как любой другой организм с геномом, способен мутировать, а значит приобретать свойства, которых не было у прежних поколений. Так, один вирус сначала поражает клетки только кроликов, а после очередной мутации или их серии его потомки уже инфицируют человека. Мне почему-то кажется, что новозеландские кролики так просто не сдадутся. Если против бактерий у нас есть мощное оружие, антибиотики, то против вирусов наш лучший козырь – вакцина. То есть средство, которое защищает, а не лечит. Противовирусных лекарств все еще крайне мало. Их можно пересчитать на пальцах рук. Такие препараты создавать намного сложнее, чем антибиотики. Можно, конечно, выкопать бункер, запастись защитными костюмами и ждать конца света. Но я за другой подход. Поддерживать исследователей, требовать от своих правительств развития науки, образования и медицины. И, конечно, развиваться самим, чтобы для начала отличать вирусы от бактерий, а затем вовлекать в познание других, особенно молодое поколение. С вами был Иван Лозовой. Это SciOne. Подписывайтесь, а если уже сделали это, не забудьте нажать колокольчик. Так вам будут приходить уведомления о новых роликах. Развивайтесь вместе с нами и будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok